МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Аукционы по закупкам и выполнению тех или иных работ призваны сделать эти процессы свободными от коррупции. Тем не менее, даже такие решения способны вызвать множество вопросов на предмет присутствия именно коррупционной составляющей. И очевидно, что у города, в котором функционируют полсотни собственных, муниципальных предприятий вообще не должно быть особых забот по ремонту дорог, уборке мусора, ремонту зданий. Всего и не перечислить. Тем не менее, почти три десятилетия с момента обретения независимости не принесли столице Молдавского государства то, что мы, журналисты, называем столичным лоском. Почему? Ответ на эти и многие другие вопросы будем искать в беседе с главой фракции ПСРМ, муниципальном совете Динарием Кожакарой и его заместителем Александром Одинцом. Здравствуйте! Здравствуйте! Буквально недавно мои коллеги присутствовали на пресс-конференции или брифинге, которые представители вашей фракции проводили в стенах муниципалитета. Говорилось о том, что в результате тех или иных аукционов по выполнению необходимых работ в муниципалитете, как правило, игнорируются возможности муниципальных предприятий. Ну, просто обывателям, в принципе, очевидно, что если есть предприятие по ремонту дорог, если есть предприятие, которое может покрасить или нанести дорожную разметку, то очевидно, что надо дать заработать этим людям, тем более они наши, как бы кишиневцы. Почему, в общем-то, существует эта идея? Неплохая, согласен, идея аукциона, но она игнорирует, мне кажется, требования или нужды муниципальных предприятий. Возможно, формулировка такого вопроса. С кем буду говорить? С кого начнем? Динари, с вас? Давайте. Значит, сама идея аукциона, это неплохая идея, но она не для тех предприятий, у которых есть возможность, для тех, скажем, давайте, примари, местной власти, у которой все есть. В принципе, в муниципе Кишинево все есть. От проектирования до стройки. Эти предприятия для того и создавались, чтобы обслуживать нужды города? Для того, чтобы сэкономить деньги. Сейчас получается, что сами работы показываются нам, какие нужны муниципалитету работы, показывают определенные предприятия. Она говорит, нам нужно, если про дороги будем говорить, нам нужно построить 30 километров дороги на 2019 год. И они рассчитывают на те деньги, которые, в принципе, им и нужны. Но, когда уже муниципальный совет голосует за эти суммы, которые, в принципе, тоже они и просят, правильно? Получается, что им не хватает эти деньги. Раз, два, они не успевают эти деньги освоить, потому что они делают процесс, скажем, аукциона. Сам процесс — это плюс 45 дней. Если у муниципального предприятия муниципальный совет сказал, давайте с 1-го числа, с 1-го мая вы начинаете ремонт дороги, то они начинают его, поскольку они обязаны делать то, что им говорит муниципальный совет. При уже, так скажем, координации с примарем. Но, к сожалению, у нас примар не хочет этим заниматься, и у нас придумалась такая идея, давайте через аукцион. То, что не есть, логично. Это получается, что как бы в семье, где есть мама-папа, покупает почему-то и решает, что кушать сосед. По лестничной площадке, как представитель той или иной фракции, да? Александр, ваше видение? В данном случае сосед, он не сосед по лестничной площадке, а сидит в определенном офисе. Скорее так. Ну, телезритель должен знать. Первое. Законодательство по аукционам было специально создано для того, чтобы снизить тарифную сетку, снизить закупочную стоимость определенных товаров и услуг. Раз. Это нормальная рыночная процедура. Однако, когда данная рыночная процедура в условиях коррумпированного государства, в условиях захваченного государства, если хотите, в условиях, когда государственные институты плохо работают, это работает в противоречии этого рыночного нормального механизма, который функционирует во всем мире. И складывается абсурдная ситуация. То есть, если у нас, к примеру, есть предприятие-дилетатель, которое обладает мощностями по производству асфальта, причем там достаточно серьезные мощности, в принципе, могут производить фактически для всей республики, то почему-то это предприятие не загружается, и заказы на производство асфальта, наши экс-друпы, муниципальные предприятия, заказывают асфальт у частных экономических агентов. Каким образом заказывают, то есть, каким образом происходит тендер, на мой взгляд, не совсем транспарентно, это раз. Мы внедрили, я говорю про муниципальный совет, вот М-тендер, электронный тендер, обязательно закупка всех товаров и слуг в муниципе через электронный портал, специально специализированный портал для зрителей, которые не знают, если до сих пор тендера, каким образом происходили при либеральной администрации, в предыдущие 10 лет, ну, допустим, такие мелочи, как ручка, она могла доходить до 30 с лишним леев, и недавний скандал с... То есть, простой инструмент членовничьей деятельности, может стоить... Ну да, то есть, ручка, которая стоит 2-3 лея, она доходила до 30 леев. Почему? Потому что тендер объявлялся непрозрачно, раз, о тендере знал, ну, грубо говоря, тот, кто проводит тендер, какое-то определенное управление, и они своим родне, знакомым и так далее, говорили так, давай так, ты даешь ручку за 50 леев, ты даешь за 70 леев, а реальному поставщику мы даем за 30 леев. Побеждают за 30 леев, хотя на рынке ручек за 2 лея, знаете, как, хоть ведрами черпают, как говорится. Вот это происходит во всех областях, приблизительно. И от закупки продуктов питания, и мы помним, что в предыдущую администрацию у нас были большие скандалы. Во-первых, качество питания – это раз, во-вторых, большая цена питания – ничего не изменилось. Мы недавно видели на порталах родительский контроль, который занимается закупками питания. Масло закупается по баснословной цене по 37 леев, если не ошибаюсь. Сейчас это было опубликовано. Это датское, может быть, масло какое-то? Может быть, но, тем не менее, если есть аналогичное масло производства молдавское или не молдавское, здесь уже не суть. Важно, главное, чтобы оно соответствует качеству. Оно должно закупаться самое дешевое и самое качественное, соответствующее питанию для детей. То же самое и с асфальтом. То же самое и со светом. То же самое и с закупкой оборудования. Но происходят странные вещи. И вот я, вам, уважаемые жители, особенно тем гражданам, которые нас засыпали заявками по установке детских площадок, вот установка детских площадок, почему-то, вот последний тендер, это на установку почти 80 детских площадок, если не ошибаешь, он у нас тормозится. Вот он должен был запуститься в самом начале года, потому что деньги, денежные средства, у нас уже почти середина 2019 года, бюджет утвержден в декабре 2018 года на бюджет 2019 года, однако почему-то до сих пор все тендера не были проведены. Очень странно. И более того, когда проводится какой-то тендер, тут же начинается контестация. И вот у нас достаточно длинная процедура контестации, которая, вот агентство по контестации у нас возглавляется бывшим депутатом-коммунистом. Так вот, процедура затягивается. Непонятно почему, непонятно как. Может быть, тендерная комиссия не очень нравится победитель в тендере. Мы, как канцелиру 19 советников оппозиционных в администрации в городе, в муниципе Кишинева, мы на тендерную комиссию вообще никакого влияния не имеем. У нас ни одного представителя в тендерной комиссии. Наша задача, чтобы детские площадки были установлены на тех адресах, где вы, уважаемые зрители, запрашивали, были собраны подписи, и этот адрес был утвержден. Однако, к сожалению, проводит тендер, это управление ЖКХ и целый ряд, которые являются в тендерной комиссии. Это раз. Дальше экономический агент между собой начинает оппортестовывать согласно, не согласно. И дальше от агентства по контестациям зависит, как быстро будет либо новый тендер, это еще больше месяца, то есть у нас конец мая, это считайте, в июле, если определенная фирма убедит, только начнут устанавливать эти детские площадки. То есть получается, что чиновники даже такое благое дело сумели в своих кабинетах затоварить? Совершенно верно. Понимаете, при использовании административного ресурса, если определенным чиновникам не нравится победитель тендера, то очень спокойно можно подать в контестацию, и эта контестация, допустим, будет удовлетворена, и таким образом даже нормальный победитель тендера, он будет смещен с дистанции и заново будет проведен тендер до тех пор, пока не победит нужная кандидатура. Вот опыт использования электронной платформы по небольшим закупкам дает возможность, ну не знаю, во всяком случае, надеяться, что можно уйти от этой вот, я скажу прямо, коррупционной схемы в аукционах. Значит, мы в прошлом году сначала запустили в тестовом режиме нам удалось в течение трех месяцев, не трех месяцев, даже меньше, сэкономить более половины суммы, чем та сумма, которая за эти же покупки в предыдущий год была. Просто потому, что это прозрачно, и нет прямого контакта, получается, чиновника и агента. Давайте так, нету конверта. Нету конверта. Начнем с этого. Каждый человек, каждый экономический агент, он может сидеть, к примеру, в когуле и оттуда нажимать на кнопочки, потому что это происходит в реальном режиме и как писать свою сумму. Следующий хочет... Если ты позволишь, я распишу, наверное, более подробно. Если в обычном тендере, каким образом происходит в тендерную комиссию, уважаемый зритель, дается несколько пакетов, запечатанных обязательно, для изучения, и в этом тендере, вот то, о чем говорит Динарий, конверт, эти конверты с пакетом документов, которые должны предоставляться, для побеждения в тендере, вскрывается в присутствии комиссии, тех, кто участвует в аукционе, в тендере или в аукционе, в тендере. Дальше, зачитывается, сначала, заносится в протокол перечень самих документов. Если вы не представили, забыли представить, или не представили, или у вас нет какого-то сертификата или какого-то документа, все, вас здесь квалифицируют, хотя у вас очень хорошая цена, может быть. Раз. Дальше смотрят на стоимость, то есть у вас перечень документов, стоимость и так далее, то есть какой-то опыт работы, если есть такое условие тендера. А на электронной площадке это все видно, то есть я, когда заношу свои данные, уважаемые зрители, я уже вижу цену, которую предлагает мой конкурент. И уже я решаю, как экономический агент, участвовать или не участвовать. Допустим, этот стакан, я его произвожу или я его завожу в оптовых количествах, он стоит мне 2 лея, а мой конкурент представил его за 3 лея, ну, допустим, по ставке в муниципию. Я думаю, блин, ну, бог с ним, простите. Отдам его за 2,50, 50 копеек я зарабатываю, из которых я уже буду выплачивать налоги и так далее, и так далее. Но у меня оборот идет. Вот любой экономический агент, он сам решается, отказываться от части прибыли ради победы в тендере или нет. Но я в электронной площадке уже вижу стоимость, увижу условия и вижу те предложения, которые представили наши конкуренты. Вот в чем преимущество. И на одних из последних заседаний по предложению администрации это тендерное, вот условия электронного тендера, закупки, все было отказано. Заблокировано. То есть они решили, что это не очень удачный опыт с точки зрения кишиневского чиновника. абсолютно идиотская аргументация, что управление не успевает размещать свои заказы. Ребята, бюджет был апробирован 22 декабря 2018 года на 2019 год. Работаете? У вас есть юристы, экономисты, которые должны размещать, вы должны заранее размещать. Да, вы можете начать деятельность, допустим, не 3 января, сразу после праздников 2019 года, пока разместили, пока тендер, ну, допустим, в декабре, в феврале, марте у вас уже совершается совершена покупка для необходимого работы. Но этого же не делается. И вот если, к примеру, опыт 2018 года четко показывается, вот на примере АПО-канала. Вот АПО-канала за полгода закупки сопутствующих материалов, это бумага, чернила, ручки, топливо для машины и так далее, и так далее, они закупили больше, чем на полтора миллиона лев, так они нам заявили цифру экономии 300 тысяч лев. 300 тысяч лев только экономии. Представьте себе, это, видимо, кому-то не нужно, вот поэтому, к сожалению, было заблокировано. Но у людей сводят зубы, как это 300 тысяч, они вдруг бесхозные. Вот с большим сожалению. Стоматолога им нужно, я считаю, правильно. У меня тогда такой вопрос, у муниципалитета сегодня где-то полсотни, если не ошибаюсь, 54 муниципальных предприятий, которые надо кормить, то есть их надо содержать. Они должны выполнять какие-то те или иные функции. Но тут нужно еще поставить притуры, еще пять притур, которые имеют своих работников, которые части этой работы, которые делают определенные предприятия. Это армия работников, по большому счету. Посмотрите, и они не участвуют в тендерах, или чиновникам, которые занимаются этими тендерами, аукционами, невыгодно, чтобы муниципальные предприятия диким. Тут более хитро придумано. Само предприятие, оно решает сделать тендер. Получается, что у нас не хватает, что есть определенные предприятия, которые должны работать именно в этой отрасли. Им настолько лень, что они делают тендер, чтобы эту работу за ней кто-то делал. Получается, что мы держим целую армию, которая должна делать тендер. Давайте сделаем просто определенный, так скажем, в премарии. Оптимизацию кадров, уволить этих бездельников. Три кадра поставим, на всю премарию они будут заниматься только тендерами. Пожалуйста, и все остальные закроем. Но это не рентабельно, это неправильно. Если говорить про нашу конференцию и именно про дороги. У нас очень печальный опыт. Давайте начнем это столица Республики Молдова. Это центральная улица Республики Молдова. Штефан Чалмари, которые только два этапа из трех были сделаны. Которым на данный момент мы платим определенные проценты Международному банку и Европейскому банку за кредиты. Мы платим определенные компании, которые следят за качеством работ. Но все это у нас есть. У нас еди летать. На данный момент, что самое интересное, мы ехали на их территорию, там арендуют у них, где депозируют определенные материалы для производства асфальта. Те компании, от которых или которые выигрывают у нас тендера. Это уже вызывает определенные вопросы. У нас есть лаборатория, которая может давайте за сутки сделать нам любой анализ любого асфальта. Но почему-то мы ждем какую-то компанию из-за границы. Разве мы не должны быть заинтересованы в качестве работ, которые нам делаются? Это не интересно Румынии, это не интересно Украине, либо другой стране, либо другой лаборатории из разных стран. Это нам, во-первых, должно быть интересно. Раз. Разве мы не заинтересованы, чтобы в короткие сроки и так скажем в тот период времени были сделаны работы, которые подходят под технические задания? Давайте я дам очень хороший опыт, который был сделан, я не помню, в 2006 году улица Измаил, которая от 40 лет и до моста Рыубык было отремонтировано за 6 месяцев, которое было отремонтировано за 9 миллионов леев, которых мы ниоткуда не брали в долг, это были наши деньги, плюс к этому были снесены несколько участков домов, и этим жильцам были куплены либо квартиры, либо сдан другой участок, и это все было сделано нашим предприятиям муниципальным, где работали наши рабочие. Вот мы могли контролировать, мы могли во-первых дать работу, мы могли контролировать сроки, и мы в случае, если не были качественно сделаны определенные работы, могли их спросить. Теперь другой пример. Результат хочу сказать, смотрите, состояние сейчас дорожного покрытия вот этой улицы, как раз приятное ездить. Дорогие друзья, можно я вам для контраста назову другую цифру? Мы было утверждено бюджетное проектирование улицы Мессадже, это улица Михаил Витязул до Калиешул через фабрику Верико Косметикс. Мне недавно назвали стоимость строительства, то есть сметная стоимость там небольшой отрезок мне кажется. Ну вот представьте себе километра не больше. Чуть побольше там приблизительно. Оно полностью спроектировано почти 400 миллионов лев. Там стоимость строительства. Я когда сказал ребята, ну вы идиоты, простите. знают, зарабатывают деньги. Знаете, как в том анекдоте, простите, когда два грузина продают баранов на рынке, один просит 100 долларов, другой 10 тысяч долларов. Он говорит, слушай, Гоги, почему ты просишь 10 тысяч долларов? Говорит, ты знаешь, как мне деньги нужны? Вот что-то вроде 400 миллионов лев. Я ему говорю, ребята, вы с ума сошли? Откуда такие деньги? Мы для термоэлектрики должны сеть, а там какие-то мосты. Я говорю, ребята, а у термоэлектрики есть собственный бюджет для строительства. Они сами должны делать. Почему мы для Юнин Феноса, для термоэлектрики должны что-то проводить? Объясните, пожалуйста. Да, какой-то мост или что-то необходимо мы должны делать, но 400 миллионов лев на улицу Месседжер, которая не является особо актуальной. Вот улица Студенческая, дублер Олег Руссо от Дюмо до Садовяна, она строго необходима, потому что Чекана и Рыжкановка два крупнейших района. вот у нас А в каком состоянии Албешуара? Там же невозможно ездить, практически там просто холмы от асфальта. Зачем вам ходить Албешуара? Вот Штефан Чалмаря, но строится. Парковочные канавы, которые сделали колесами троллейбусы. Более того, у нас получается каждый раз мы тратим пару раз суммой за одну и ту же работу, но почему-то они в рост идут. Обычно, если даже содержать, они меньше суммы, но у нас больше. Вот смотрите, опять же, Штефан Чалмаря, поскольку все мы едем там, это как бы самый центральный артерий города, самый наглядный пример, были поставлены столбики, которые не позволяют, чтобы припарковались. Вот, пожалуйста, возле парламента остались одни болты от этого, где может любой ребенок либо пожилой человек, даже молодой человек. Да все равно паркуется. То, что паркуется, я говорю про травму, кто будет вести юридическую ответственность за те последствия, которые будут. Если мы говорим, опять же, про тендера и про то, как списывают деньги в муниципальных предприятиях, я не могу понять, вот Саша давал пример, что термоэлектрика проводит трубы. Когда это было термоком, это было муниципальное предприятие, у нас были одни отношения с ними. Сейчас у нас с ними чисто экономические отношения. Где хотя бы один проект, который приходит от центральной власти, в данном случае примаря, что он просит, чтобы термоэлектрика оплатила за те места, где проходят их сети, поскольку у нас чисто экономические отношения. Нету такого. Но, к сожалению, мы видим каждый раз, что мы выделяем определенные деньги на определенные работы, которые в принципе они должны их делать. За свой бюджет? За свой бюджет. У них есть тарифы. Такого у нас не делается. Если мы говорим опять же про ту же разметку, нам сказали, что это невозможно, потому что плохие дороги. У меня есть свежий пример, где я могу показать улицу, которая поднимается от Аутусу Бритати наверх к Албаю или там свежая разметка проведена по дырам. Там разметка проведена. И наоборот, у меня есть свежий пример, где я могу новый асфальт, хороший участок и там нету разметки. К сожалению, у нас делается там, где кому-то интересно, либо для какого-то пиара. Но никто не берет в учет. У нас уже весна. У нас садики, школы, ну уже давайте начало лета. Школы, поликлиники, где должна была быть четко и видна разметка, поскольку у нас водители какие есть они, но они не везде знают, где и как ехать. Разметка для этого и придумана. Нету ее, но деньги были выделены вовремя. Нету. Для этого много ума не надо. Раз. Давайте по-другому насчет предприятий. Хорошо, есть такое случается, что когда была либеральная партия, специально все эти проекты давались определенной компании, чтобы те выигрывали деньги и они не могли делать. Но мы пошли другим путем. Мы написали официальные запросы всем предприятиям, что вам нужно для того, чтобы вы развивались. Четко и ясно, какая машина, в каком объеме, за какие сроки. Четко все дали эти требования. Да, не везде есть финансы, чтобы это купить, но большинство из них мы, партия социалистов в муниципальном совете, поддержали, чтобы была закупка автомобилей. Что в итоге? Это я вам буду говорить про 2018 год, где были даны, к примеру, для X-Drupa были даны 5 миллионов для закупки специализированного транспорта, для разметки, для разброски песка. К сожалению, эти деньги были распределены на другие нужды. Тогда где логика? Если мы начинаем работать вроде бы с ними, идти им навстречу, вот вам четко и ясно деньги на технику, сами ставьте разметку, сами зарабатывайте, поскольку во всем мире все муниципальные предприятия не просят от муниципального совета деньги, а дают им. У нас, к сожалению, каждый раз наоборот получается, и в каждый год все хуже и хуже. Двойная нагрузка, смотрите, содержим муниципальные предприятия, плюс еще какие-то деньги выделяются для тех, кто участвует в этих тендерах, аукционах, и в итоге бюджет несет потери, в данном случае могли облегчить казну города возможности муниципальных предприятий. У нас нету ни одного опротестованного проекта, который завершен либо на определенной стадии, где муниципалитет, имеется в виду, где примар, который обязан следить, как идут работы, просит определенные финансовые ущербные деньги, которые он считает, что он потерял на этом, от этой компании. А наоборот, работы не до конца довелись, компания исчезла. И опять же, мы деньги перечислили, мы еще должны найти новые деньги, чтобы эти работы доделывать. Либо они доделываются через 2-3 года. Это неправильно. Но я все понял, вам там участковые нужны. Знаете, на заседаниях муниципального совета присутствует еще представитель госканцелярии? Или уже нет? Не всегда. Не всегда. По желанию. Ну вот видите, это один момент. Ну и второй момент, мне кажется, надо ввести такую норму, ну кто-то должен от прокуратуры там сидеть. Либо городской прокурор участвует на всем этом. Он столько там заработает денег? Бывший наш советник Петр Иванович Кордунянов, который сейчас избран депутатом парламента, он неоднократно предлагал. И когда-то это было обязательно присутствие муниципального прокурора на заседаниях муниципального совета. Вместе с госканцелярией. Госканцелярия говорила о законности или незаконности принятия муниципальным советом. И нам зачастую необходимо прямо во время заседания консультация профессионала, который знаком профессионально с законодательством, так и, ребята, уважаемые, должна быть и консультация, либо прямое указание прокурора, говорит, ребята, вы совершаете сейчас административно было бы уголовное преступление. Я сейчас позвоню, и вас быстренько подарез. И мне состав преступления налицо. К сожалению, прокурор, он не присутствует на заседании муниципального совета, но к этому большого сожалению. Ну, идеализируем. Это то же самое, что если прокурор присутствовал бы, наверное, где-нибудь там в тюрьме на сходке уголовных элементов. Вопрос не в прокуроре, а в качестве прокурора, скажем. Это тоже так же важно. Если бы прокурор знал, какие суммы мы выделяем, я думаю, если говорить про те же дороги в 2018 год, к примеру, мы выделили более 700 миллионов леев на ремонт дорог, либо... На стоимость километра сколько? Нет. У нас нет четкой ясной суммы, сколько идет на ремонт. Почему? Потому что в основном у нас идет латочный ремонт. Раз, два, в эти деньги включены ремонты внутридворовые. Там разная нагрузка, разная толщина асфальта. Если говорить про большие проекты, то, к сожалению, у нас это каждый раз делается один километр, получается больше, чем один километр автобама в Германии. И его, к сожалению, опять же, не делают муниципальные предприятия, а делают... Дворяги. Ну, кто заинтересован. В общем, он идет в районе 5000 леев, там, так скажем, квадратный метр практически там выходит. Если говорить про, так скажем, внутридворовые дороги, в прошлом году мы потратили более 72 миллионов на ремонт. Кто скажет, кто увидит, где это? Ну, а как они освоены? Это только огромные деньги. Тут тоже идет очень интересная система. Нас сейчас слушают люди, которые ломают ноги в своих дворах. Мы очень интересная система, мы даже пробовали ее, так скажем, проследить. Мы подали официальный запрос, вот определенный двор, где нужно отремонтировать дороги, где мы рулеткой прошлись, как муниципальные советники, рулеткой. На благоборище позвать, он пальцем умеет. Чтобы узнать, сколько примерно, так скажем, квадратных метров нужно отремонтировать. Что вы думаете, после того, как были ремонтные работы, там был счет в три раза больше? Это в лучшем случае то, что было у нас. Нам интересно, потому что никто не пойдет рулеткой и мерить каждую ямку и подсчитывать латочный ремонт. Да, если на, так скажем, смена асфальта целиком капитальный ремонт, мы там четко и ясно можем проверить. То, к сожалению, латочный ремонт, который делается, опять же, к сожалению, по всему городу. То есть это получается удобно тем, кто списывает средства? Постоянно. Я не помню точно, когда, но за счет спонсоров, то есть за счет кредита Европейского банка у нас мы нанимали специальный автомобиль, который с 3D-камерами, он просто проезжал и автоматически фиксировал площадь необходимую для асфальта. Если это явы, если это трещины, то есть была автоматическая фиксация и можно было зафиксировать. Это сейчас специально не делается. То есть абсолютно несложно посчитать в мир веб-технологий, веб-камер интернета и информационных технологий, посчитать объем, необходимый для ремонта асфальта. Однако это специально делается. Почему? Потому что 126 миллионов на ремонт и строительство улиц, в основном это ремонт идет. И еще 124 миллиона. Вот у нас, к примеру, ремонт крянга стоит 40 миллионов лев. Вот вы понимаете, какая это цифра, это достаточно значительная цифра. если... Стоил, я перебью, стоил, поскольку на данный момент ремонтные работы закончились, поскольку они уже, этот бюджет исчерпан, а работы даже наполовину. Несмотря на то, что изначально ремонт улицы Ион-Крянга, он был рассчитан на расширение улицы раз, потому что там был очень такой, скажем, большой проект, долгожданный для всех жителей муниципиа Кишинел, где должна была быть построена отдельная полоса для публичного транспорта. К сожалению, кому-то... В итоге отказались от нее. Кому-то это нерентабельно, в итоге вот у нас то, что есть. Он, так скажем, перерыт со всех сторон, и ни дороги, и ни денег. Ну, чтобы понять, я прошу прощения, опять же, для сравнения, уважаемым зрителям, Олег Руссо. По тендеру, который выиграла, к сожалению, та компания, которая... Дельта. Это Дельта АЦ, который также производит ремонтные работы по Штефу на Челмарине, Груцце, и пакету Тигина, Александра Челбунта из 1 августа, это второй пакет. Вот 76 миллионов тендерная стоимость была увеличена до 120 миллионов. То есть, представьте себе, вот Олег Руссо, причем не было закончено, к примеру, на Московском проспекте, где сейчас стоит Крук, должны были быть островки безопасности, должно было быть железное ограждение, и в итоге там постоянно аварийная ситуация с наездами на пешеходов. То же самое, вот мы видим, 10 лет прошло, ничего не изменилось, новая администрация, Олег Руссо увеличивается бюджет, делается корянга, тоже увеличивается бюджет, ничего не изменилось, у нас в администрации, это зрители должны понимать, в особенности, к сожалению, только в один период, предвыборный период, когда происходит голосование в кабинке, должны прекрасно понимать, за кого они голосуют, и надо голосовать не геополитическим вектором, а за хозяином. И смотрите, уже пошел второй десяток лет, когда на глазах кишиневца происходит чистая вода мошенничества, ну, например, когда мы говорили вот о тех дорогах, адресах, которые вы называли, там же кредитные средства, насколько я понял, совершенно верно. Так получается, что, ведь многим знаком такой вот ход аферистов, когда на паспорт человека оформляется кредит, и вроде человек стоит потом перед необходимостью возврата, значит, юридически он несет ответственность. Так вот, кишиневцы должны понять, что на их паспорт оформляется определенная сумма денег, человек, который подписывает или который все это делает, получается этого конверт, опять же, но ответственность несет конкретный кишиневец с тем, что вот все наши налоги тонут в этих вот процентных ставках, выплаты этого кредита, и город не развивается, он должен, должен, в итоге кому должен. И мне кажется, я же говорю, участковый нужен, нужен прокурор на этих вот советах муниципального, заседаниях муниципального совета для того, чтобы себя тихонечко фиксировать и начинать потом знать, с кого он будет спрашивать, как он будет полезен своей родине, как прокурор, потому что он тоже обязан защищать интересы страны, а тут, мне кажется, неплохо, неплохо, к сожалению, один примар у нас играл на дисках и в гараже, и отсюда зарабатывал на больших проектах, как дороги и парковка, отмечу, что была компания Дельта, перешел другой примар, Сильвераду, которая садила цветы, и опять же Дельта работала, на данный момент у нас есть ИО, Кадриану, который делает себе селфи везде, и опять же Дельта продолжает работать, значит, Дельта это компания, которая может себе найти общий язык с каждым из них, это мое личное мнение, раз, два. То есть, примары меняются, схема остается? Да, в том числе, Домного Кадриана, когда был муниципальным советником, мы вместе, к примеру, задавали вопрос, если европейский банк развития дает еще нам деньги, нам говорили, что нам не дадут, поскольку у нас уже нету возможности оплачивать кредит, они же все анализируют, но, к сожалению, мы продолжаем вести переговоры, и не переговоры, а оплачивать определенные работы компании Дельта, отсюда выводы, какие можно сделать, что у кого-то есть определенные интересы, если мы хотим сделать какое-то изменение в этом городе, то, извините, этой гидре, эта фраза моего коллеги, нужно отрезать голову, но, к сожалению, во время выборов, наши соперники делают определенные пиар-ходы политического характера, давайте про транспорт, что у нас нету проблемы транспорта в самом городе, но почему-то, более чем, но почему-то троллейбус был выделен Яловеном, я хочу, чтобы Яловены, я хочу, чтобы Новые Анены, я хочу, чтобы Бельси имели троллейбус, который ездит с Кишинева, но после того, как будет насыщенно, там демпартия, а пиарил его Домну Кудряну, давайте самый тоже хороший пример, где наш коллега, товарищ Комаров, это его личный проект, предложил, чтобы мы выделили деньги для покупки станции, для переработки левигата, это токсичные отходы, которые выделяются из мусорки, ну, то, что было на Минопурчел, почему-то, когда при открытии пришел министр экологии, который от Демпартии вместе с Домом Кудряну, а ведь Домом Кудряну не участвовал, даже не искал эти деньги и даже не следил, чтобы этот проект был так осуществлен, но когда приходит время сделать фотку и отрезать ленту, он идет, давайте про те же детские площадки. Больше, видимо, опытов фотографирования. Ну, наверное, получается. К чему этот разговор? К тому, чтобы люди не верили в орби да фапти, а следил, кто это имитировал и кто это следил, чтобы это было осуществлено. То есть, видели реальную взаимосвязь между словами и делами. Согласен. Ну, под занавес, к сожалению, время так бежит быстро. Хотелось вот, на что обратить внимание. Ведь у стен премарии, то есть самой премарии происходило и заседание, и вот ваш брифинг. А перед стенами премарии был такой одинокий протест человека, который выливал много литров молока, асфальт. и вот чем это было вызвано? Интерес журналиста. Мы только сейчас получили заявление. Как мы понимаем, там собрано количество подписей жителей, которые выступают за. То есть, давайте вот палка двух концов. То есть, о чем идет речь? С одной стороны, мы абсолютно согласны с ликвидацией киосков по всему городу. Необходимо, тем более, есть регламент. Улицы, которые должны быть очищены от киосков. Это уличный беспредел диких 90-х. Он должен быть завершен. Это раз. Но с другой стороны, мы видим о том, что кофе-таймс, ларьки с этим кофе, они продолжают устанавливаться. Бесконечные таймсы. Да. Причем, по нашей информации, хотя они официально отрицают, до сих пор принадлежит брату Киртуаки через опосредственных людей. Есть такая информация, и некоторые чиновники ее подтверждают. эту информацию до сих пор останавливают эти киоски. Когда мы говорим после протеста в МОЛД-прессе о печати, нас не интересует это МОЛД-пресса, но мы понимаем, если не продавать газеты в электронном виде, а именно в печатном, то средство массовой информации как печатный вид информации, он исчезнет. И по заявлению МОЛД-прессы мы рассмотрели на свидание Совета сделать исключение как производителям цветов, так и тем, кто продает печатную продукцию без права продажи алкоголя и сигарет. Мы категорически против этого. Но для этого должны были провести конкурс на макет-дизайн в исторической части Центр-1, по всей республике другое. То же самое и здесь. если человек производит молоко на собственной продукции, то есть собственно ферме, это тяжелое производство, то есть произвести молоко и молочную продукцию это не простое производство, оно связано с большими сложностями и оно является как локомотивом. В Беларуси, к примеру, молоко это как нефть. Они миллиардами тонн заваливают Российскую Федерацию и в Европу. Польша покупает. Если не ошибаюсь, Беларусь заработает по-моему 5 миллиардов евро, зарабатывает на экспорте молочной продукции. Это огромная цифра. То у нас уничтожается местный наш производитель и мы благодаря тому, что помните, в прошлом году, в этом году уже было опубликовано расследование состава молока у различных производителей. Кто-то занимается переформатированным рынком молока, кто-то захватывает рынок. И мне кажется, надо было разобраться, этот человек имеет право торговать. К примеру, я, житель телецентра, он торгует рядом с рынка Докучаева. Вот на академической эта машина стоит. Я не вижу проблем, если он вплотную к рынку стоит для того, чтобы ему разрешили торговлю. То есть необходимо местного производителя поощрять. Не просто запретить, не выходя из кабинета. Обеспечить лаборатории анализами, чтобы молоко соответствовало. Нам, как нас убедил этот человек, повторюсь, мы только недавно получили заявление. Это заявление направлено всем фракциям муниципального совета. как нас убедили, что все соответствующие санитарные документы от Анса и от других, где необходимо, то есть сертификат качества и так далее, у этого человека производителя есть. И мы не говорим об этом человеке, именно о этом. Поступило заявление, мы его изучим, рассмотрим, если есть возможность обеспечить торговлю рядом с рынками, почему бы нет. Если к завершению, позвольте. Подводим итог. Значит так, на данный момент, к сожалению, мы видим, что просто изменяется маленький царек, который решает, где, кому, какой киоск должен быть. Для того, чтобы это исключить, чтобы не поменялась просто сфера влияния, мы здесь 26 числа имеем публичное слушание насчет, сколько ларьков должны быть и по каким улицам, как они должны выглядеть. Раз. И два, что там должно продаваться. Но во всем мире книжка, газета, цветы продаются. Мы это тоже должны иметь. Если говорить по конкретно продаже молока, в то же время у нас есть в Примарии проект, где муниципальный совет поддерживает молодых, так скажем, предпринимателей с внушительной суммой денег. Значит, отсюда вывод. На данный момент кто-то хочет поддержать только определенных людей. Если мы делаем закрытие продаж на улице, то мы делаем для всех. Если мы кому-то позволяем, то позволяем на конкурсной основе раз и только под наши официальные, так скажем, требования. Ларек должен быть 2 метра, не более шириной. Ларек должен иметь себя только газеты и иметь нормальные условия для продавца. На данный момент это у нас превратилось в сеть, где кто-то зарабатывает, а тот, кто там работает, как нищим был, так и нищим остается. Конкуренцию исключили. Спасибо вам за этот разговор. Я считаю, что буквально через неделю, в следующую среду нам необходимо продолжить этот разговор в этом формате, либо другие коллеги откликнутся на это приглашение. Всегда открыты двери нашей студии, потому что то, что происходит в главном городе, страны, в принципе, как эхо, отзывается практически в каждом населенном пункте Молдовы. Спасибо за эту беседу. Будем следить за тем, что происходит в муниципе. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был глава муниципальной фракции ПСРМ в муниципе Кишинел Динари Кожакар и его заместитель Александр Динцов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Субтитры подогнал «Симон»